Женщина из Тайваня Чен Као, признан на интернете по Технологиям массы настроения, говорит, кроме нравственного интереса, темно-напросто в культуре мне стало желание своими глазами увидеть, как живут люди в Крыму и Севастополе. Я очень удивлен, что видел жизнерадостных и готовых общения людей, говорит Тайванец. Тайване принято совсем не терять никакой российского правила. Здесь же все дружелюбны, открыты, и каждый, кто хоть немного владел местом, был готов помогать, объяснять и рассказывать, цитирует Чен Као, прислужба Севастопольского государственного университета. На конференцию также приехали ученые из Армении, Казахстана, Украины и 49 в России. В дистанционном режиме, который из Афганистана становится Афганистана. В Афганистане на актуальном приняли участие исследователи из Китая и Турции. Университету удалось собрать внушительный результат. Так, участников было заслушано много интересных, представляющих практически интересно. Судя по моему, в том числе и положительных отзывах, можно все. Так что, в следующем году все страны увеличатся. И, в общем, там, и университет также предоставит возможные все представители. Севастопольского государственного университета, Сергей Михайлович Братан. Я очень надеюсь, что в следующей конференции в Севастополе там не примут другие ученые из Тайвани, которые своими водами видят российский Крым. И последняя новость, очень много студентов, которые съездили приспособление для сбора воды из Туман. Издание «Файл Айдиэй». Студенты национального Университета и Тайвани доказали свое решение проблемы отсутствия доступа к скотевой воде в регионах Тайвани. Антуа-Эр, приспособление, которое они придумали, складывается из сочетой ткани, вентилятора, бамбуковых балок, парафиксаторов и баланса. Созданная командой приспособление легко собирается. При этом, в качестве несущих элементов конструкции можно использовать подручные материалы, такие как бамбуковые балки. На этом рубрика «Формозайка» подходит к концу. С вами у микрофона была Чечена Кулар. И завершает воскресный час рубрика «Наши архивы». Мы предлагаем вашему вниманию архивную передачу ведущего Романа Покровского, который работал на международном радио Тайваня до 2002 года. В то время наша радиостанция еще звучала под позывами международное радио Тайбэя. Уважаемые друзья, в эфире международное радио Тайбэя из Китайской Республики на Тайване. Вас снова приглашают следовать за собой передача радио путешествия по Тайваню и ее ведущий Роман Покровский. В прошлый раз нам предстоит поездка на горячие источники в горном районе Тадуншэнь, что находится в северной части острова, между столицей Тайбэем и океанским побережьем. Цель нашего сегодняшнего путешествия будет немного погреть и косточки в целебной серной воде. Дорогим спутникам наших радио путешествий по Тайваню должно быть известно, что две трети площади поверхности острова являются возвышенностью. Иными словами, на Тайване вы найдете горы, сопки и холмы. Такие вот живописные дикие места сулят нам не только возможность побродить по горным полцам и подышать светлым воздухом, но также дают замечательный шанс с головой окунуться в такую экзотику, как горячий херный источник. Итак, давайте же поспешим ощутить этот духовитый теплый пар, который поднимается со склонов очень многих холмов на Тайване. Одним из таких нужных нам мест будет как раз горный район Тадуншань. Это с этой горошкой осокой небольших соков в самой северной части острова. Это не так, что католично неизвестны. Можно сказать, что дайвы отделены от океана на севере с этими округлыми зелеными вершинами, а с тем на которых нам и предстоит сейчас разыскать брызущие из-под камней горячие и пасущие соки земли. Поросшие травами и невысосим лесом соки Тадуншань, ведут прямо из Тайбэя. Они величественно обрамляют собой город с севера. Частью этой небольшой горной гряды является уже известная радиослужительная парковая зона Ямеша. 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 Однако затем эта природная негина при себе улканических выбросов. А сегодня грозные вулканы, цветно-ротыканные в пределах Нагорья Тадуншань, беспокоены спят, не в кое-где, покуриваясь гейзерами и серными источниками. Склоны бывших вулканов приоделись в астралистное растение Уджиаман, встречающееся только на Тайване и похожее на Большую Осоку. Вот, собственно, этот мир, быстро оплетающие, давно успокоившиеся вулканы, подлезло. А эти цифры сущи, тогда его беспокоят гонекарюще. В некоторых местах заветно клубы пара, поднимающиеся из-под влажных камней на прогалинах. Зарослые травы ух, у нас под ногами, под которой где-то там притаилась цепля зимы снега. Удиваясь гейзерами, ух, ух! 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 Грелка, которая заставляет воду подниматься из глубин на поверхность земли. Сделанная камень логоста для глубинного тепла земли очень экономна и не расходует горячую воду. Ее солнце стоит из обрезито пород и таким образом нагнетают температуру и давление внутри. Громадная каменная грелка начинает лопаться. Объясняется на дизитовой породе наверху. Есть признаки титанических природных процессов в очевидении. Видимо, они наплесли. Дизитовая корка выводит к водоему, но поверхности, то образуется горячий сирный источник, влезгим своими лечебными свойствами. В последние дизитовые породы, в первую очередь, поднимаются на дизитацию, в первую очередь, в первую очередь, в первую очередь, в первую очередь, в серию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы возникли полезные для здоровья человека горячие источники, нужны многие условия. Это высокая температурная активность земной глубины, изобилие дождевой влаги, наличие породы, например, андезита, которая удерживает давление и температуру в глубине, а также достаточно узкие и глубокие проломы в этой породе, играющие роль проводников солидной воды. Тайваньские вулканы вокруг них примерно 30-50 тысяч лет тому назад. Однако в геологическом масштабе времени это срок не очень большой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вода лечебного источника напитывается проходящими сквозь нее подземными газами, сероводородом, двокисью серой и углекислым газом. Лечебный источник горячих вод основан на том, что источник обладает повышенной кислотностью и способен поэтому размягчать усталые мышцы и прогревать кости. Вода лечебный источник горячих водородов, чем-то напоминающий аромат токслых лиц. Ветерок слегка раздражает ноздри. Подходя по желтым под серый камням к пузырящемуся источнику, сила лечебного источника, похоже на закипающуюся лечебную воду. Это побольше, чем-то серый грязь, и так далее, под камнями, насквозь пробираемая горячими газами. Поверхность воды в кислоте в кузырике, и из раздража в кислоте с листом вырывается пар. В отдельных местах кипяток может бить фонтаном на высоту до 3 метров. Вода в целебных ключах имеет температуру до 90 градусов. А оттенок у нее молочный-желтый. Это из-за насыщенности серой и углекислым газом. Район Та-Дуньшань давно превратился в немалую по размерам курортную зону, которая использует все эти места на склонах, где из-под земли пробивается горячий газ, и скапливается целебная вода. Современно оборудованные купально-гостиничные комплексы предлагают посетителям контактные горячие и холодные ванны. Массаж и помощи в жизни кожных и старших с болезнью, такие как аритекты, и холлит. Погружение холла в галактике, садись, холлит, расставляет холлит, снимает усталость и боль, а также сценирует геймин вещественные организмы. Это зависит от того, что это не полезный минерал в составе целебной воды гор Та-Дуньшань. Например, ионы салфы из-за института, они снимают опыслы, а вода понижает кровяное давление. А вот ионы водорода вводят шею, когда не смогло. Ну и конечно, сама по себе, садись, что горячая вода укрепляет суставы и благотворно воздействует на ткани. На самом деле, у них есть смысл, и все равно не будем. На этомreso и салфе тоже очищены. Ук average всего, которые ухо что-то во многих обстоятельствах. Не counts, и ухо. Как ни салфе? Как ни салфе, ускорбачивая суставы. А вот ионы, ионы. Больше того или нет, то есть не нынешние какие-то, это женщины с мягчатом. Если ускорбачивая если ускорбачивая Медицинские услуги вы можете учить прямо в местности. Если же быть просто усталый пикник, который решил погреться, то есть в целебной ванне, то лучше с ним подойдет горячий ключ, и дарствует сосредоточиться до 45 градусов по Цельсию. Радовая проживание в сернистые ванны обычно не должно превышать 10 минут. Поднявшись высоко по горной дороге, можно добиться хорошего вида на большую Тадунь-шань, которая и дает название миниатюрному краю горных, и в севере Тайваня. Двуглавая гора Тадунь-шань более всего напоминает контур какой-нибудь упитанной свинки, которая будто бы припала в земле. Желательно согреться в этой свинке в глубине тепло. Обернившись назад, можно рассмотреть, окутанную в молочном сервисовым туманом долине, включена летящаяся в ней кулотность построек. Пусть дальше, совсем в низине, сквозь редкие облака, видна котловина с лежащим в ней Тайдеем. Там, сквозь кажущиеся игрушечными городские кварталы, змеица река Тадунь-шань. После размягчающих члены сернистых ванн, приятно почувствовать на лице бодрящее прикосновение свежего океанского ветра. Его порывы веют над склонами гор Тадунь-шань, разнося уходящие в небо столбы горячего подземного пара. Дорогие друзья, только что в гостях переносили, вы побывали в горах Тадунь-шань, известных военных горах, Кричань. Вас сопровождал Роман Покровский. Международное радио Тайдея приглашает вас в наш музыкальный хит-парад. Наши архивы. Роман Покровский. Тем более, что в Кричану и Виталия Самуловна все время проводят на волнах МРТ. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Т.Кулакова 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 Т.Кулакова